Я попал в настоящее хлебобулочное царство. Меня окружает 7 тонн готовой продукции. Она была выпечена за последние 4 часа. Всего же за сутки здесь производится 25 тонн вкусных хлебных изделий. После обеденное время выпечка хлеба подходит к концу, ведь самая свежая продукция уже утром поступает на прилавки. Когда речь касается продуктов питания, то контроль должен быть на самом высоком уровне. Производители следят за качеством по цепочке. Поступаемое сырье – готовая продукция. На нашем заводе есть аттестованные лаборатории, где также ведется четкий контроль. Свою продукцию и сырье мы возим в независимые лаборатории, чтобы подтвердить свое качество. Поэтому успех на последнем конкурсе далеко не случайен. И говорить о наличии пестицидов в продукции завода не приходится, что подтвердили нам в Союзе хлебопроизводители республики. Мы связались с нашими заводами казанскими, крупными, по наличию пестицидов в продукции. За последний квартал, который мы смотрели, таких фактов не было. Поэтому можем сказать для наших покупателей, что с данной проблемой в Казани все стабильно, все соответствует требованиям. При этом рынок производителей хлеба достаточно насыщен. И на нем представлены игроки самого разного уровня и возможностей, что может отразиться на итоговой продукции. В принципе, это же должны мукомолы, да, когда их продают муку, они же гарантируют, что их сырье соответствует качеству. Конечно, небольшие предприятия не в состоянии такой контроль отширять. Они могут его иногда делать, но, конечно, я думаю, что они заключают договора с серьезными поставщиками, среди которых уже имеют определенные гарантии. Но здесь, конечно, учитывая, что у них нет такого контроля, как на крупных производителей, конечно, не исключается, что могут попасть вот такие вот нарушения. Несмотря на то, что производство хлеба сокращается, к примеру, на 100 тысяч тонн в 2020 году по сравнению с 2019, он по-прежнему востребован, причем у самых разных поколений. Люблю я, сейчас скажу, рогалики. Любой хлеб. Калорийный. Ну да, но если есть нормально, то, конечно, очень вкусно. Но без хлеба я не представляю себе множество блюд, которые я обычно ем. Также добавим, что сейчас в Казани работают три крупных хлебозавода. Марсей Бигбаев, Владимир Ладушкин, телеканал Эфир.